Октябрьская библиотека номер 2 имени Николая Жернакова представляет видеопрезентацию «Жизнь и поэзия одно» Василий Жуковский Василий Андреевич Жуковский родился в семье тульского помещика Афанасия Ивановича Бунина и турчанки Сальхи, захваченный в плен. Мальчик был усыновлен Андреем Григорьевичем Жуковским, небогатым помещиком с Украины, жившим в доме Бунина. Для получения дворянства, согласно тогдашним обычаям, необходимо было зачислить Жуковского на военную службу. Он воспитывался в семье Буниных, там получил начальное образование, которое было продолжено сначала в частном пансионе, затем в училище, позднее в доме его крестной матери Юшковой. Именно здесь он приблизился к литературному творчеству. В 1797 году он поступил в благородный пансион при Московском университете, где обрел душевно близких ему друзей. Здесь окончательно утвердились художественные вкусы Жуковского, сформировавшиеся на основе эстетики, сентиментализма и предромантизма. По окончании пансиона Жуковский становится активным членом дружеского литературного общества, сыгравшего важную роль в утверждении романтических идей в русской литературе начала XIX века. Участники этого общества записали в уставе в качестве основной задачи служения добродетели и истине. Они ставили перед собой задачу знакомить русское общество с новинками западноевропейской литературы. Участие Жуковского в журнале «Вестники Европы», основанном Карамзиным, способствовало утверждению романтической эстетики в русской литературе. В 1812 году в августе Жуковский вступил в народное ополчение, чтобы принять участие в защите Родины от наполеоновского нашествия. Отечественная война 1812 года нашла в его творчестве яркое отражение. Он написал стихотворение, прославляющее героев этой войны, певец «Восстание русских воинов». В стихотворении пелась слава русским полководцам, военачальникам прославлялось Отечество. Страна, где мы впервые вкусили сладость бытия, поля, холмы родные, родного неба милый свет, знакомые потоки, золотые игры первых лет и первых лет уроки, что вашу прелесть заменит. О, Родина святая, какое сердце не дрожит, тебя благословляет. В мае 1817 года Жуковский переселяется в Петербург, где активно участвует в литературной и общественной жизни столицы. Поэт получает приглашение стать чтецом при императрице Марии Федоровне. Позднее он продолжает службу при дворе, учит русскому языку великую княгиню Александру Федоровну, затем становится наставником наследника престола Александра II. Он видел свой долг в том, чтобы воспитать мудрого и образованного монарха, заботящегося о расцвете страны. Жуковский в эти годы один из ведущих литераторов России, друг Пушкина. Он принял деятельное участие в смягчении участия декабристов, помогал их женам. Благодаря его усилиям был освобожден от крепостной зависимости украинский поэт Тарас Шевченко. Тесная дружба связывала Жуковского с Пушкиным. У них была большая разница в возрасте. Когда встретились, Пушкину было 17, Жуковскому 33 года. То есть формально он годился Пушкину в отцы. И тем не менее у них были близкие, веселые, творческие, а главное совершенно равные отношения. Когда Пушкин написал поэму Руслана и Людмила, Жуковский подарил ему свой портрет с надписью «Победителю ученику от побежденного учителя». С этих пор не только Пушкин считает Жуковского своим учителем, но и наоборот. Пушкин часто читал наизусть стихи Жуковского. И если вдруг ошибался в слове, то Жуковский это слово тотчас заменял. Жуковский помог Пушкину получить освобождение из Михайловской ссылки и неоднократно улаживал отношения поэта с царем и его окружением, стремясь предотвратить трагическую дуэль. И Пушкин неоднократно обращался к старшему наставнику в стихах. Однажды написал лучший портрет Жуковского. Его стихов пленительная сладость Пройдет веков завистливую даль И внемля им вздохнет о славе младость Утешится безмолвная печаль И резвая задумается радость Личная жизнь Жуковского не сложилась. С юности он преданно любил свою племянницу и ученицу Машу Протасову. Любовь к Маше рождают в Жуковском звуки небесные. Он живет в огне любви. Позже он скажет об этом времени То была поэтическая жизнь И только тогда я был поэтом. Это время выразило стихотворение «Имя. Где для тебя?» Имя где для тебя Не сильно смертных искусства Выразить прелесть твою Лиры нет для тебя Что песни? Отзыв неверный Поздней молвы о тебе Если б сердце могло быть им слышно Каждое чувство было бы гимном тебе Ссылаясь на близкое родство Мать Маши Екатерина Афанасьевна Заявила, что брак невозможен И в благословении отказала В этой любви не было будущего В 1817 году Маша вышла замуж За доктора Мойера Ивана Филипповича А через пять лет Мария Мойер умерла при родах Жуковский очень тяжело Переживал утрату Больше о любви он не писал Муза его любовной лирики Замолчала В России создателем жанра Элегии был Жуковский Элегическая стихия Окрашивает все его творчество Все разновидности его лирики Элегия обязательно Медитативное произведение С этической проблематикой В которой выделяется вопрос О месте человека в мире И в природе Раздумья Элегии всегда грустно Меланхолично Но не трагедийно Без надрывов Без буйства страстей Печаль моя светла Сказал Пушкин Именно эта тональность Свойственна прекрасным Элегиям Жуковского Оригинальное дарование поэта Раскрылось в Элегии вечер В ней глубоко и полно Отразился мир личности поэта Его психологический облик Своеобразие переживаний Чувств радости и утраты Элегия знаменовала становление Романтического биографизма Весь окружающий мир Воспринимается поэтом-романтиком В сфере личного опыта В форме передачи Особых душевных состояний Увы, я любил И ее уже нет Но счастье вдвоем столь живое Навеки исчезло И в прежние дни В отчеле столь были прелестны О нет, никогда не погибнет их след Для сердца прошедшее вечно В страдании в разлуке Есть та же любовь Над сердцем утрата Бессильно Воспоминания Это воссоздание В памяти дней юности Образов друзей Задушевных разговоров с ними Песен Общих бесед с музами О дней моих весна Как быстро скрылась ты С твоим блаженством И страданием Где вы, мои друзья Вы, спутники мои Уже ли никогда Не зреть соединение Этот стиль, который Пушкин Называя романтическим Воспроизводил в стихах Ленского Куда, куда вы удалились Весны моей золотые дни Зволнованный мотив Чистых воспоминаний О светлых днях юности Жуковский познакомил читателей С самыми выдающимися образцами Жанра баллады в европейской литературе Кубок Ивиковы журавли Кассандра Шиллера Лесной царь Гёте Замок Смольгольм Скотта И часто перевод Жуковского Оказывался лучше оригинала Вот что писала Марина Цветаева Два лесных царя Вещи равновелики Лучше перевести лесного царя, чем это сделал Жуковский нельзя И не должно пытаться За столетия давности Это уже не перевод, а подлинник Это просто другой лесной царь Русский лесной царь Из хрестоматии И страшных детских снов Вещи равновелики И совершенно разные Два лесных царя Жуковский выступал В самых разнообразных Поэтических жанрах Но ведущая роль В его творчестве Принадлежит балладе Баллады, писал поэт Мой избранный род поэзии Баллада Людмила Созданная по саббатно-европейскому образцу И являющаяся вольным переводом Знаменитой баллады Ленора Немецкого поэта Бюргера Опубликована в 1808 году В девятом номере Вестника Европы Ее сюжет связан С русским средневековьем С ливонскими войнами 16-17 веков Людмила, не дождавшись Любимого с поля брани Начала роптать на свою судьбу Ее успокаивает мать Говоря Кратко жизни сей страдания Рай смиренным воздаяние Ад бунтующим сердцам Будь послушна небесам В этих словах Основная идея баллады За отступление от веры Людмила наказывается Вместо награды и вечного счастья Ее уделом стал ад В основе эстетики баллады Лежит представление об ужасном событии В судьбе человека Присутствуют образы привидений Мертвецов, которые оживают в гробах Мертвых женихов, скачущих ночью за невестой Действие происходит в полуфантастической обстановке Кладбище, могилы, каркающие вороны, багровая луна Пляшущие духи или скелеты Ночной лес, горящие деревья Жизнь как противостояние судьбе Как поединок человека и обстоятельств Трагическая обреченность человека Такова этико-философская проблематика баллад Жуковский создал национальную форму баллады Лучшие ее образцы Людмила и Светлана Опираясь на тот же сюжет бюргеровской Леноры Жуковский в 1813 году Вестники Европы Опубликовал самую радостную балладу Светлана Связывая эту балладу с русскими обычаями и поверьями С фольклорной песенно-сказочной традицией Поэт избрал предметом ее изображения Гадание девушки в крещенский вечер Русская обстановка подчеркивается здесь И такими реалиями, как светлица Метелица, санки, церковь, поп Национально-народному колориту баллады Содействует также вступление Раз в крещенский вечерок Следующая за ним имитация подблюдных песен Кузнец, скуй мне злат, инов венец Вкрапленные на протяжении всей баллады Народно-просторечные слова Вымолви словечко, вынь себе колечко И песенное выражение Подруженька, красен свет, моя краса Радость, свет моих очей Раз в крещенский вечерок Девушки гадали За ворота башмачок Сняв с ноги, бросали Снег пололи Под окном слушали Кормили счетным курицу зерном Ярый воск топили В чашу с чистой водой Клали перстень золотой Серьги изумрудные Расстилали белый плат И над чашей пели в лад Песенки подблюдные Тускло светится луна В сумрике тумана Молчаливая и грустна Милая Светлана Что, подруженька, с тобой Вымолви словечко Слушай песни круговой Вынь себе колечко Пой, красавица Кузнец, скуй мне Злат инов венец Скуй кольцо злотое Мне венчаться тем венцом Обручаться тем кольцом Пресвятом налое Как могу, подружки, петь Милый друг далеко Мне судьбенно умереть В грусти одинокой Год промчался Вести нет Он ко мне не пишет Ах, а им лишь красен свет Им лишь сердце дышит Где, в какой-то стороне Где твоя обитель Я молюсь и слезы лью Утоли печаль мою Ангел-утешитель Вот светлится стол накрыт Белой пеленою И на том столе стоит Зеркало с свечою Два прибора на столе Загадай, Светлана В чистом зеркале стекле В полночь без обмана Ты узнаешь жребий свой Стукнет в двери Милый твой Легкую рукою Упадет с дверей запор Сядет он за свой прибор Ужинать с тобою Вот Убедительный образ Русской девушки Недаром современники Называли Жуковского Певцом Светланы Поэт напоминает читателю Что его жизнь на земле Кратковременна А настоящая и вечная В загробном мире Он так формулирует Основную идею баллады Лучший друг нам в жизни сей Вера в провидение В этой балладе Как и во многих других Произведениях Жуковский утверждает Торжество любви над смертью Баллада Светланы Свидетельствует о том Что поэт И легический романтик В той или иной мере Уходит от строго Конкретных вопросов жизни В мир мечтаний и фантастики Стремится к потустороннему Жуковским постоянно владело Настроение разочарования в жизни С ранних лет он почувствовал Горечь социального неравенства Его мечты о счастье С любимой девушкой не сбылись Он постоянно сталкивался Социальными коллизиями Это и события Западноевропейской истории И последствия Французской революции О которых систематически сообщал Редактируем Мы им Вестники Европы И декабристское движение Которое он вынужден был Воспринимать с двух точек зрения Как друг многих декабристов И лиц из их окружения И как придворный человек Близкий царской семье К нему шли письма бедняков С просьбами о заступничестве И помощи Социальные коллизии И кризисные положения Которыми ознаменовался Новый век Побудили Жуковского Встать на путь Этического решения Острых проблем Романтизм Жуковского Условно называемый Критиками Элегико-гуманистическим И этико-психологическим Определил все его темы Родовые и видовые формы образования Выражая чувство дружбы И любви в стихах Жуковский искусно передает Тончайшие переливы переживаний Рисует картины природы Глубоко эмоционально Психологически ажурно При этом окутывая все дымкой Поэтической туманности Таинственности И мечтательности Дружба воспевается Жуковским Как святой союз Неизменно верный Сопровождающий людей До гроба Но любовь превосходит дружбу И она, пользуясь Выражением Белинского Играет главную роль В поэзии Жуковского Выражающая таинственное Родство душ Не подвластная ни времени Ни месту Она идейно возвышена Кристально чиста Целомудрена И вечно Любовь Есть небо-дар В ней жизни Цвет хранится Романтизм Жуковского Условно называемый Критиками Элегико-гуманистическим И этико-психологическим Определил все его темы Родовые и видовые Формы образования Выражая чувство дружбы И любви в стихах Жуковский искусно передает Тончайшие переливы Переживаний Рисует картины природы Глубоко эмоционально Психологически ажурно При этом окутывая Все дымкой Поэтической туманности Таинственности И мечтательности Дружба воспевается Жуковским Как святой союз Неизменно верный Сопровождающий людей До гроба Но любовь превосходит Дружбу И она, пользуясь Выражением Белинского Играет главную роль В поэзии Жуковского Выражающая таинственное Родство душ Не подвластная Ни времени, ни месту Она идейно возвышена Кристально чиста Целомудрена И вечно Любовь Есть небо-дар В ней жизни Цвет хранится В поэзии Жуковского Взаимная любовь Не знающая Социальных различий Пренебрегающая Ими Небесное блаженство Но это блаженство Как правило Кончается драматически Оно слишком часто Прерывается Утратой Любимого существа Жизненными Невзгодами И превращается В томление Разлуки В тоску Воспоминаний Говоря словами Белинского Неразрешенная Безответная Неудовлетворенная Любовь Несет в поэзии Жуковского Стоны Растерзанного Сердца По несбывшемуся Сладостному Чувству Горе без Утешения Скорбь без Выхода И страдания Без Исцеления Певец Сердечных Утрат Так назвал Жуковского Белинский После После трагической Гибели Пушкина Которую Жуковский Всячески Старался Предотвратить Он оказался В разладе С придворным Окружением И уходит В почетную Отставку В 1841 году Жуковский Переезжает Жить в Германию Где женится На дочери Своего друга Художника Рейтерна Елизавете В 1852 году Жуковский Умер В Баден-Бадене И похоронен В Петербурге Если вас Заинтересовала Данная тема Представляем вам Рекомендательный Список Литературы